Всем привет! С вами Айка и я начинаю новый влог. Сегодняшнее мое утро начинается с подготовки к мукбангу, а точнее с готовки. Открыла холодильник, посмотрела, что у нас есть и решила в магазин не ходить, приготовить что-то из того, что уже есть. По идее, конечно, лучше с вечера уже подготовить необходимые ингредиенты или хотя бы запланировать, что мы будем снимать на мукбанге. Кто не видел мой предыдущий влог, хочу вам вблизи показать мой маникюрчик, от которого я просто в восторге. Я кайфую, когда вижу свои ноготочки. Посмотрите, как аккуратно получилось. Это новый гель-лак, который я покупала от Джефф. Очень хорошо наносится, равномерно. В общем, все офигенно. И моя правая рука. Здесь, конечно, попроще. Я планировала это сделать белый и здесь тоже слайдер сделать. Вот. Но не получилось. Потому что я спешила и поэтому по-быстренькому сделала и побежала к двоюродному брату. Я сняла мукбанг, обожралась и сейчас хочу поменять постельное белье на вот такое. Новое. Вообще, я обожаю, когда у меня новое постельное белье. Свежее. Это прям кайф. Так что давайте поменяем. Я ненавижу менять под идеальник, но люблю спать с новым постельным бельем. Это было очень сложно, но мы с вами справились. А теперь хочется просто поспорить. Вот так. А здесь я разместила мои кнопочки. Они абсолютно одинаковые. Просто здесь написано Айка Бум, а здесь Айка Эмили. И вот тут такое зякальце. Немного эстетики бардака, эстетики срача. Красота. В общем, вчера и сегодня тоже я делаю вот такую коллекцию для бумажного канала. Называется она ноутбуки. Нам будут попадаться чехлы для ноутбуков. Вот такие они интересные. Кажется, что это очень просто. На самом деле, я очень много времени потратила для создания этой коллекции. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам, когда я вставляю кусочки, где рисую бумажные сюрпризы, или это неинтересно для зрителей этого канала. Пишите обязательно. Выхожу на балконы. Вроде на улице. Очень хорошая погода. Я думаю прогуляться, но мама говорит, что на улице ветер. Вроде как я этот ветер не чувствую. Поэтому погнали. Ну что, сына, ты со мной? Или ты останешься дома? Сладкий момент. Я его вчера взвесила. Он уже у нас 4 килограмма 700 грамм. Чтобы точно не было холодно, я решила надеть вот это боди, которое я обожаю. Оно теплое, классно подчеркивает фигуру. И очень часто мозолит вам глаза в моих влогах. Я вроде как собралась, нанесла блеск для губ. Маску сегодня надевать не буду, потому что все эти ограничения, связанные с коронавирусом, уже потихоньку снимают. Вот такой вот у меня лук. Сверху еще надену жакетку. Но не знаю, будет ли жарко в этой жакетке, потому что я буду ходить. Еще немножко хочу пройтись по магазинам. Мне нужна новая тушь. Действительно закончилась моя старая. Точнее, я ее купила уже полусухую, поэтому надо брать. А на улице оказывается холодно. Хотя, смотря для кого. Плюс 20. Для вас может быть жара, для меня очень холодно. Здесь, кстати, такой бассейн есть для лета. Ну, как бассейн, такой прудик или что-то наподобие этого. Дети вовсю играют. Им не холодно. Во всех супермаркетах есть раздел со всякими хлебобулочными изделиями. Я здесь обожаю вот эти хот-доки. Они очень вкусные. И самое главное, здесь очень вкусная сосиска. Я уже дома. И теперь покажу вам, что я купила. Первое это переходник. Сейчас открою. Для моего нового ноутбука обязательно нужен переходник. У меня один такой есть, но мне он очень нравится. Поэтому я купила еще один. Ничего не нужного в этот раз я покупать не стала, так как я экономлю. Я купила себе для микрофона вот такой вот переходник от Apple. Он оригинальный, с гарантией. Учитывая, что это такая вот штукенция маленькая, столько денег отдавать за эту фигню, конечно, глупо. Но зато будет долго служить. Раньше у меня та же самая проблема была с наушниками. Раз в месяц я себе покупала наушники где-то за 5 монат. И потом я поняла, что дальше это продолжаться не может. И я раскошелилась где-то год назад. Я купила себе новые оригинальные наушники. И вот представьте, год они работают без перебоя. Отличный звук, никаких блютузов включать не надо. Поэтому, наверное, технику стоит покупать хорошую. Хотя бы телефоны, не знаю, компьютеры. И вот что-то такое, что постоянно вы используете. Потому что, когда у меня что-то ломается, не только я теряю свое время и деньги, но еще и теряю свои нервы. Например, я снимаю для вас видос, раз у меня там переходник испортился. Или еще что-то испортилось. Это видео уже в урну. Сейчас я решила зайти в прямой эфир, как раз попробовать переходник. Притащила ринглайт и обнаружила, что у меня нету, оказывается, зарядки на телефоне. После прямого эфира хочу разобрать шкаф. Уже на улице потихоньку теплая погода. Хочу вытащить все летние вещи, развесить сюда. Хотя бы, если даже не все, какую-то часть. Чтобы было удобнее им. Самый счастливый котик, которому ничего делать не надо, лежит, облизывается. Жизнь удалась. Поесть есть что-то, устроился классно. А здесь у меня вещи, которые надо разобрать, по идее, и в шкаф. Ну, что-то я никак не подниму свою попу. И никак это все не сделаю. Мне уже пора умываться и ложиться спать. Ты мой сладкий. Ты мой сыночек. Как жить без тебя непонятно. Мама тебя любит. Ну что, привет. Как снять, чтобы меня было видно? Ну да ладно. Некоторые спрашивают в комментариях, на что я снимаю. У меня две камеры сейчас. Это моя основная зеркалка. Вот эта вот большая от Canon D700. А это J7X Mark III. Это, которую мне папа привозил. Мне она очень нравится. Правда, проблемы с фокусом. То есть фокус прыгает конкретно. Представить, что я ложусь спать с макияжем, для меня просто нереально. То есть я обязательно каждый вечер должна тщательно очистить свою кожу. В противном случае я просто не усну. Это для меня табу. Не понимаю людей, которые ложатся спать с макияжем. Не в зависимости от того, пьяная я пришла домой, усталая, болею я. Или все, что угодно. Обязательно я смою макияж, увлажню кожу. И только тогда я могу спать. И после снятия макияжа я наношу крем для лица. У меня такой вот обычный от Нивея. Блин, у меня лицо такое выходит ужасное. Вот так вот, смотрите. Наношу на губы обязательно каждый вечер вот такой бальзам от Revolution. И моя прекрасная постелька говорит мне welcome. Так приятно спать на новой постельке. Ой, прям нечто. Время уже почти час. Полежу, немножко почитаю ваши комментарии под мукбанком. Смотрите, какой красивый у меня потолок. А вы мне пишите, что у меня детская комната. Ничего подобного. Комната молодой девушки. Жизнь радостной, счастливой. Вот так. Тут одна девушка пишет, что соскучилась по моим видео распаковке Шейна. Вы меня подстрекаете? Нельзя такие вещи мне писать. Когда я вижу подобные комментарии, это очень сильно мотивирует меня сделать еще один заказ. Я такая, знаете, сразу нахожу оправдание, говорю, так я не для себя, я для контента. Так что вы там поосторожнее с комментариями. Тут неадекватный человек их читает. Если я, например, за день прочитаю 5-6 комментариев, что давно не было распаковки Шейна, Айка, ну сними же, наконец мы ждем. И все, Айка со скоростью выбирает вещи, которые ей обязательно нужны. Хотя у меня шкаф забит. Кстати, я хочу разобрать шкаф. У меня очень много летней одежды. И я думаю снять видео и показать вам всю эту одежду. Кстати, кое-что я разобрала и отправила в деревню. Я, кстати, даже не показала вам, от чего я решила избавиться. Помните розовое мое худи? От него решила избавиться. От своих курток решила избавиться. Странный такой формат. Лежу такая в постели, в полутемном помещении, разговариваю сама с собой. Хотя время уже час ночи. Пора спать. Но спать неохота, если честно. Надо было стрим вот так вести. Я сегодня вела прямой эфир. И вот надо было прямой эфир вот так вести. Лежа. У меня испортился режим. Вот сейчас мне спать не хочется, а потом утром я не могу проснуться. Ладно, спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Буду снимать как можно больше контента. Завтра хорошая погода. Может быть, с мамочкой пойдем в ресторан. Сниму для вас там видео.